Внимание, внимание! Внимание, дамы и господа! Говорит и показывает Ростов-на-Дону. Говорит и показывает картодром Лемар. Мы готовимся к старту первого финального заезда в классе Супермини. Итак, зелеными флагами мы отправляем участников этого суперфинального, первого финального заезда в классе Супермини на прогревочный круг. Супермини. 25 пилотов заявились в этом классе на второй этап. И я думаю, что здесь нас ожидает красивая борьба. Никита Бедрин из Белгорода и Владислав Ламко из Санкт-Петербурга стартуют с первой линии стартовой решетки. Дальше Руслан Фомин, Белгород и Тихон Харитонов из Санкт-Петербурга. На второй линии. Вслед за ними в третьей паре Григорий Алексеенков из Москвы и Арсений Набережнев из Белгорода. Четвертая пара Максим Солдатов, Москва и его земляк Сергей Сонкин. В пятой паре Никита Артамонов из Брянска и Максим Ищенко из Москвы. Это первая десятка. Далее шестая линия стартовой решетки Ирамир Каюмов из Новосибирска, Георгий Солохудинов из Москвы. Вслед за ними Леонид Попов, город Москва и Кирилл Смаль, город Арамиль. Илья Попелыш из Красногорска, рядом с ним Артем Мамонтов из Санкт-Петербурга. Далее Артемий Першин, Санкт-Петербург, Максим Соболев, город Москва. На девятнадцатой позиции Тимофей Шевченко-Одинцова, рядом с ним Ярослав Краснопольский из Краснодара. И замыкают пелетон этого заезда Андрей Живнов и Ярослав Шеверталов. Андрей Живнов из Москвы, Ярослав из Краснодара. Евгений Харьковский из Севастополя и Александр Рымар из Москвы. И на двадцать пятой замыкающей позиции Егор Кузьмин из Казани под стартовым номером девяносто семь. Ну что же, друзья мои, готовимся увидеть старт первого финального заезда в классе Супер Мини. 25 пилотов. Это солидная компания, в которой все может произойти в любой момент. Ребята опытные, уже вкусившие вкус скорости и, я думаю, обладающие солидным запасом жажды борьбы. Поэтому вот сейчас мы с вами наблюдаем, как аккуратненько они выстраиваются в колонну в две шеренги и приближаются к стартовой прямой. Ай, какие молодцы! Вы видели крупным планом, как они друг друга приветствуют и желают друг другу удачи в этом заезде. Внимание! Поехали! 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 Все обошлось без приключений. Старт принят. И поэтому мы с вами уже сейчас наблюдаем целую серию обгонов на выходе со стартового виража. Большая петля. И здесь у нас сразу определяется группа лидеров из шести пилотов, которые пытаются оторваться, создать какой-то отрыв, задел между собой и преследователями. И, конечно же, сейчас этим беглецам придется решать свои локальные задачи. Смотрите, какой шикарный, скоростной, динамичный огон. Это 34-й номер. Владислав Ломко из Санкт-Петербурга выходит на лидирующую позицию. Буквально на наших глазах состоялся этот маневр. Его преследует во все. Атакует Никита Бедрин, один из фаворитов сезона. Никита Бедрин. Город Белгород. Вот сейчас растягивается группа лидеров. Разбивается практически на пары уже. И начинается, начинается жаркая схватка за лидирующую позицию. Ломко против Бедрина. Или Бедрин против Ломко. Смотрите, какая борьба! На выходе из большой шпильки. И вот сейчас смена лидера. И 15-й номер. Никита Бедрин из Белгорода захватывает лидерство в заезде. Между тем, преследователи стараются сделать все возможное, чтобы настичь беглецов. Никита Бедрин, 15-й номер, лидер заезда. На первом круге показал лучшее время. 59,1 секунды. 59,1 секунды. Никита Бедрин, лидер заезда. Вот сейчас мы с вами наблюдаем крупным планом. Какая борьба между ним и Владиславом Ломко получается уже на втором круге заезда. Дистанция этого финального заезда 13 кругов. Так что времени на раскачку у пилотов немного. Никита Бедрин, лидер заезда. Всего лишь 7 соток секунды уступает ему по пятам. По пятам стремящийся вслед за ним Владислав Ломко. На третьей позиции на Бережнев. И что мы видим? Этот отрыв может вполне завершиться победным результатом кого-то из этой сладкой парочки. Итак, Никита Бедрин, стартовый номер 15 на позиции лидера. Владислав Ломко на второй позиции. А лучшее время на втором круге показывает Артемий Першин. 57,18 секунды. Артемий Першин. 57,18 секунды. Да, Артемий Першин, питерский пилот из команды SNC Racing. Сейчас все-таки включил обороты и устремился вперед. Но здесь-то у нас идущий на третьей позиции Арсений Набережнев уступает лидеру полторы секунды, почти полторы секунды. А вот Владислав Ломко готовится к атаке. Он сейчас в воздушном мешке и в любой момент способен прорваться вперед. Максим Солдатов, 25 номер, тем временем показывает лучшее время на третьем круге. 56,98 секунды. Вот это уже интересно. Максим Солдатов, город Москва, представляющий команду Red Racing. Между прочим, Максим является одним из фаворитов сезона. Обратите на него внимание. Посмотрим, какую динамику скорости он продемонстрирует в этом заезде. 25 номер. Это Максим Солдатов. Сейчас он был крупным планом на ваших мониторах. А лидеры устремляются уже на пятый круг заезда. На пятом круге. Бедрин и Ломко. На третью позицию перемещается Максим Солдатов. Просто красавец. 1,7 секунды он уступает лидеру заезда. Арсений Набережнев перемещается на четвертую позицию. Тем временем, крупным планом мы с вами наблюдаем на мониторах продолжающуюся дуэль. Никиты Бедрина и его соперника Владислава Ломко. Тем временем, с вами мы наблюдаем динамику скорости Максима Солдатова. На втором круге 57,63 секунды. На третьем 56,98 секунды. А вот на четвертом Максимка замедлился. 57,11 секунды. Но самое главное сейчас ему удержаться на третьей позиции. Не пропустить вперед Арсения Набережнева, который своего точно не упустит в нужный момент. И вот сейчас мы провожаем Никиту Бедрина и Владислава Ломко на шестой круг заезда. Совсем немного времени остается до экватора гонки. И поэтому уже сейчас каждому из пилотов нужно решительно, решительно взяться за задачку с одним неизвестным. Какую позицию ты займешь на финише в этом заезде? Максим Солдатов. Максим Солдатов все-таки чуть лучше, чем на четвертом круге проехал пятый. 57 секунд ровно. 57 секунд ровно у Максима Солдатова. Он удерживается на третьей позиции. Но тем не менее, самые главные события мы ожидаем в паре лидеров. Никита Бедрин, лидер заезда, идет впереди. Да, лучшего времени он пока не показывает. Его задача есть держать Владислава Ломко. И поэтому, конечно же, внимание и только внимание. Уже висит на заднем бампере у него Владислав Ломко. В любой момент, в любом вираже Владик может пойти в атаку. Каких-то 7 сотых отделяли его на промежуточном финише. И поэтому, конечно же, мы вправе ожидать от Владислава красивой и результативной атаки. Максим Солдатов удерживает третью позицию. На пятую у нас пробирается никто иной, как... Вот здесь я немножечко подрастерялся. Да, Сонкин. Сергей Сонкин из команды Фастлайн сейчас в пятерке лучших. И вот его динамика движения по трассе. Если на четвертом и пятом круге он укладывался в 57 секунд, то на шестом уже 56,99 секунды. Вот так, товарищи. Какая динамика, какая скорость. Никита Бедрин, Владислав Ламко, Максим Солдатов, Арсений Набережнев, Сергей Сонкин в пятерке лучших. А дальше Яромир Каемов, Кирилл Смаль, Артамонов, Фомин Ищенко, Живнов, Харитонов, Соболев. И это весьма и весьма интересно. Никита Артамонов, 17-й номер, показывает лучшее время на седьмом круге. 56,55 секунды, 56,55 секунды. Это время Никиты Артамонова из Брянска, представители команды Невакарт. И вот, пожалуйста, динамика движения Никиты Бедрина. Замедляется Никита, замедляется. Похоже, что все-таки главная его задача сдержать наступательный порыв Владислава Ламко. Да и Владислав у нас на последних кругах замедляется. На шестом круге 57,01 секунды. На следующем еще медленнее на седьмом. Поэтому, конечно же, сейчас его отставание всего 13,00 секунды от лидера заезда. Практически висит он на заднем бампере у Никиты Бедрина. И, конечно же, в любой момент, в любой момент Владислав может пойти в атаку. На четвертую позицию перемещается Сергей Сонкин. Перемещает он, смещает он вниз Арсений Набережнева. И это борьба Сергея Сонкин. И хотя восьмой круг он проехал гораздо медленнее, чем седьмой, 56,86 секунды. Тем не менее, он прорвался на четвертую позицию. И это заслуживает просто восхищения. Красивая борьба. Красивая, шикарная борьба. И вот, кстати, семнадцатый номер Никита Артамонов сейчас, конечно же, постарается прорваться вперед. Никита Бедрин наконец-то ускоряется. Наконец-то наращивает оборот, понимая, что только в этой борьбе, только на высокой скорости он может сыскать удачу на финишной прямой. Но не тут-то было. Рядом, плотную, вслед за ним, Владислав Ломко. Семнадцатый. Смотрите, смотрите, смотрите. Крупным планом сейчас на ваших мониторах был Никита Артамонов. И он все-таки совершил свой огонь. Перемещается все дальше и дальше. Все ближе и ближе к лидерам заезда Никита Артамонов. А у нас уже десятый круг. Как стремительно летит время заезда. Никита Бедрин, лидер заезда, наращивает обороты. На девятом круге уже 56,97 секунды. С каждым кругом он понимает, нужно решать задачу. Нужно решать задачу по сдерживанию своего соперника Владислава Ломко. Дамы и господа, лидеры заезда уже на одиннадцатом круге. А вот сейчас на ваших мониторах мы видим, как вперед, вперед. Активно рвется Григорий Алексеенко в стартовый номер 18. Бедрин, Ломко, Солдатов, Сонкин, Набережнев, Смаль, Артамонов, Каюмов, Живнов, Ищенков, Амин, Солохудинов и Шеверталов. И вот, пожалуйста, 25-й номер. Это у нас Максим Солдатов, который пропускает вперед Сергея Сонкина. Сережа Сонкин наращивает обороты и делает все возможное, чтобы оторваться от Солдатова. Ну, а это наши лидеры в очередном вираже. Кстати, Максим Солдатов, 25-й номер. Каждый круг наращивает обороты. И на восьмом круге он ехал всего-то навсего 57 секунд укладывает. Сейчас уже в 56. Сергей Сонкин замедляется на десятом круге. Замедляется. И, скорее всего, это и станет причиной его уступки сопернику Сергею Сонкину. А здесь шикарнейшая борьба между лидерами. На предпоследнем круге Никита Бедрин и Владислав Ломко. Крупным планом красиво нам показывают эту дуэль двух потрясающих парней, которые с самого начала заезда демонстрировали фантастическую динамику движения. Итак, Никита Бедрин, лидер заезда. Пойдет ли в атаку на финишной дистанции Владислав Ломко? Об этом мы узнаем совсем скоро. Вот, пожалуйста, 8-й и 25-й Сергей Сонкин, который сдерживает атакующий порыв Максима Солдатова. Максим Солдатов против Сергея Сонкина. И здесь тоже еще не все решено. Лидеры тем временем отправляются на финишный. 13-й круг. И вот она атака со стороны Владислава Ломко. У нас смена лидера. Владислав Ломко, 34-й номер, все-таки воспользовался малейшей ошибкой, малейшей оплошностью в пилотировании со стороны Никиты Бедрина. И возглавляет заезд на финишном круге. Вот так борьба. Вот это мастерство. Шикарное, красивое в замедленном действии. Мы видим повтор. Фантастика по внутренней бровке, по внутреннему радиусу. Владислав Ломко прорывается вперед на позицию лидера. Начинается жаркая схватка. Жаркая дуэль. Закрывает за собой калиточку Владислав. Не пускает вперед он соперника. И тем не менее Никита Бедрин прорывается вперед. И он уже на финишной прямой. Встречайте. Финиш, финиш, финиш. Все-таки Никита Бедрин. Город Белгород. Команда Сокол Рейсинг. Достойная, красивая победа в сражении с Владиславом Ломко. Максим Солдатов финиширует третьим. Кирилл Смаль четвертым. Сережа Сонкин в пятерке сильнейших. Каково, товарищи? Это было шикарное зрелище. Достойная борьба. Достойная нашего с вами и уважения, и восхищения. Итак, сейчас мы вам покажем таблицу с результатами заезда. А пока переведем дух, отдохнем. Потому что у нас по расписанию еще один финальный заезд. Это класс КФ. А завершит первую серию финальных заездов. Финальный заезд в классе КЗ-2. Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами начинаем подготовку первого финального заезда в классе КФ. И немножечко, конечно же, потряхивает сейчас после потрясающего зрелища схватки в классе Супер Мини. Это было красиво. Это было достойно. Итак, пожалуйста, на ваших мониторах результаты заезда. Победитель Никита Бедрин. Всего лишь 12 сотых секунды уступил ему Владислав Ломко. На третьей позиции Максим Солдатов. На четвертой Кирилл Смаль. Пятерку замкнул Сергей Сонкин с отставанием в 3,8 секунды от победителя. На шестой позиции Никита Артамонов. Вслед за ним Арсений Набережнев. Яромир Каюмов на восьмой позиции. Андрей Живнов на девятой. Десятку сильнейших замкнул Ярослав Шеверталов. Стартовый номер 23. Ярослав Шеверталов представляет Краснодар. Дальше Артемий Першин, Максим Ищенко, Георгий Солохудинов, Максим Соболев. В 15 лучших Руслан Фомин. Вслед за ним Григорий Алексеенков, Тихон Харитонов, Артем Мамонтов, Леонид Попов, Илья Попелыш на 20 позиции. На 21 позиции финишировал Ярослав Краснопольский. Егор Кузьмин вслед за ним. Евгений Харковский пришел к финишу 23. Тимофей Шевченко 24. И, к сожалению, Александр Рымар, стартовый номер 26. Так практически до финиша не добрался, потеряв сразу целых три круга в погоне за лидером. Итак, дамы и господа, впереди нас ожидает еще один финальный. Первый финальный заезд в классе КФ. Начинается подготовка, инструктаж.